И теперь подробнее. Стали известны новые подробности гибели карагандинской школьницы Насте Изотовой. Друзья девочки и ее родители винят в случившемся сверстника. Подросток учился с ней в одной школе. Кроме того, родственники Насти сообщили, что подвергаются давлению в эти скорбные дни. Мать 14-летнего мальчика, который переписывался со школьницей, перед тем, как она накинула себе на шею петлю, обратилась в полицию. Она заявила, что родители погибшего ребенка угрожали ее сыну. Почему бедных несчастных родителей, у которых слезы не высохли, к ним приходит полиция по заявлению этой матери. Мальчик, который научил, подсказал, отправил нашего ребенка на кладбище, его сейчас защищают больше, чем на этих несчастных людей, которые похоронили дочь. Полицейские также возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но даже если вина 14-летнего подростка будет доказана, он может отделаться лишь воспитательной беседой. В силу возраста наказание ему не грозит. Как сообщалось ранее, 3 февраля Настя Изотова повесилась на розовой ленточке в своей комнате. В ее руках были зажаты ножницы и смартфон. Из пересписки в соцсетях родители поняли, что она попала под влияние виртуального собеседника. Ранее он также просил скинуть селфи с крыши и из заброшенных зданий. Последним должно было стать фото в петле, которую потом Настя должна была перерезать, но, видимо, не успела. В городском отделе образования после трагедии создали комиссию с участием психологов. Специалисты провели беседы со школьниками и учителями 23-й школы, где последние 3 месяца училась Настя. Педагоги сделали вывод, что о деструктивной игре речь не идет. Это однозначно не массовая игра. В классе, в котором училась эта девочка, ведутся работы психологами школы. Психологи отдела образования тоже подключаются к этой работе. Будет проведено совещание с директорами организации образования, семинар с психологами организации образования для того, чтобы предотвратить подобные случаи. Родителям, наверное, нужно ограничить доступ детей к интернету в таком масштабе, в котором он у них есть. Дети имеют доступ к интернету круглосуточно. Даже в школе во время уроков многие не выпускают из рук телефон. Не вникают в урок, а живут другой жизнью, той жизнью, которая у них в социальных сетях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...